МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самарской области назначены дополнительные рейсы на грузовой переправе, которые запустят 14 и 15 июня. Об этом проинформировало Самарское речное пассажирское предприятие. Дополнительные рейсы назначаются на поронной переправе по маршруту Самара-Октябрьский спуск Рождествена, уточнили в пресс-службе. В пятницу 14 июня рейс из Рождествена запланирован на 21.00. В субботу 15 июня суда отправятся из Самары в 20.00. В Рио губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев начал работу в Тольятти. По словам главы региона, необходимо организовать работу рынка на центральной площади так, чтобы он не вызывал недовольства у жителей. Он поручил обеспечить соблюдение санитарных норм и своевременный вывоз мусора. Также сказал, что следует освободить площадь перед ДК Тольятти от транспорта, который создает неудобства для горожан. В перспективе площадь благоустроит, а пока поставит лавочки и навесы от солнца, рассказал Вячеслав Федорищев. Еще одна проблема, которую обозначил в Рио губернатора – состояние пешеходной зоны по улице Революционной в шестом квартале. Тротуары, фасады, состояние торговых точек – все это будут приводить в порядок. В Рио губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с генеральным директором ракетно-космического предприятия Дмитрием Барановым. Стороны обсудили текущие задачи, а также необходимые меры поддержки. Вячеслав Федорищев заверил руководству предприятия в содействии и взаимодействии с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, коллегией военно-промышленной комиссии России. Коллектив предприятия должен быть обеспечен заказами. Из-за проведения ремонтных работ на станции «Звезда» с 20 июня в Самарской области изменят расписание электричек. Об этом сообщили в пригородной пассажирской компании. Подробнее с обновленным графиком движения поездов можно ознакомиться в телеграм-канале «Самара ГИС». В пятницу в Самарской области поезд врезался в автомобиль. Об этом сообщили в Куйбышевской железной дороге. В 3 часа 25 минут на переезде между станциями «Смышляевка» и «Безымянка» водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожные пути перед приближающимся поездом с сообщением «Тюмень-Дербент». Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать и не удалось. По предварительным данным, после аварии водитель автомобиля скрылся с места происшествия. На расписание пассажирских поездов ДТП не повлияло. В одной из 12 компаний неплательщики алиментов не рассматриваются в качестве кандидатов. В каждой четвертой им, вероятно, откажут в трудоустройстве. Об этом сообщил сервис по поиску высокооплачиваемой работы. Ранее Госдума одобрила создание реестра должников по алиментам, которые планируют открыть для всех. Так, 20% работодателей точно согласны принять на работу неплательщиков, а 48% скорее всего не откажут. Они считают, что должнику необходимо дать возможность зарабатывать, чтобы платить алименты.